На форте-арене, где наши футболисты принимали Волгоградский ротор, уже на шестой минуте встречи комбинацию Карташов-Николаев красиво завершил Дмитрий Лавричев и форте повел 1-0. Но на 42-й минуте Артем Максименко, получив пас от Даниила Пелиха, сравнял счет. А через 2 минуты все тот же Артем Максименко мощно пробил в перекладину, Резван Умаров головой сбросил мяч Илье Сафронову и тот с близкого расстояния отправил его в ворота хозяев поля, установив окончательный счет встречи 1-2 и принеся своей команде важные три очка. Все-таки гол! Роттер ведь тот, сколько там 300 с чем-то минут не пропускал, но какое это имеет значение для ротором. В станице Павловской местный клуб Кубань-Холдинг разгромил земляков команду «Биолог Новокубанск». На шестой минуте встречи Кирилл Корольков с близкого расстояния открыл счет. В итоге скидка получилась и гол! 1-0 Кубань-Холдинг забивает после корнера и добивает своего Кирилл Корольков. 1-0! На 27-й минуте Давид Попекян после навеса в штрафную головой забил второй гол в ворота гостей. Шикарный навес. Попекян забивает. Провалился центр обороны биолога. Неудачно вышел из ворота Олег Суворов. Биолог забил Давид Попекян. Давид Попекян забивает. 2-0. На 29-й минуте Евгений Цимбал довел счет до крупного 3-0. Гол Матюшенко и не было офсайда. Гол плюс пас у Ивана Матюшенко. К 29-й минуте Биолог летит 0-3. По-другому и не скажешь. Евгений Цимбал! Объявляет нам Цимбала. Прошу прощения. Это все-таки Евгений Цимбал. Во втором тайме хозяева еще дважды огорчили гостей. На 78-й минуте четвертый мяч в ворота биолога отправил Иван Матюшенко. Забьет! Забьет! Добился Иван Матюшенко! Я в первом тайме Матюшенко перепутал вместе с Цимбалом. Иван Матюшенко! Номер 9! Но! А на 86-й отличился, вышедший на замену Дмитрий Захаров, забив в ворота гостей. Пятый гол! Пятый! Мяч залезся Дмитрий Захаров. Шикарно покатил в дальний угол. Митрий Захаров! Номер 5! По месту правонаподающего... В Новороссийске моряки принимали Песченокопскую чайку. В случае победы Черноморец мог досрочно получить путевку в ФНЛ. Но гости, которые играли с лидером на равных, даже оставшись на 24-й минуте в десятером, смогли выдержать натиск хозяев поля, которых поддерживало около 10 тысяч болельщиков. И на 84-й минуте встречи в одной из немногочисленных контратак Александр Хохлачев поразил ворота Даниила Фролкина. 1-0 победа Чайки и борьба за первое место в зоне Юг продолжается. Александр Хохлачев в 200-м матче за Песченокопскую чайку забивает Александр Хохлачев.